Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, друзья! В эти предновогодние дни мне чрезвычайно приятно приветствовать вас сегодня здесь, в библиотеке-культурном центре Волошина. Так удивительно совпало, 25 декабря, в очень многих культуре древности это был праздник, связанный с культами солярного божества, будь то Митра или какие-то божества Греции, но и в преддверии наших всех новогодних событий мы сегодня с вами говорим о праздниках и ритуалах в древнем Египте. Тема удивительно красивая, очень непростая, потому что то, насколько роскошно выглядели древнеегипетские праздники, писали еще античные авторы. Вспомним отца историю Геродота, который в пятом веке до новой эры восторгался потрясающими ладьями, лодками, которые были перенаполнены буквально людьми, которые плыли в дельте в районе города Бубастиса на храмовое празднество богини Бастет, знаменитой богини кошки, о которой мы сегодня еще с вами поговорим. Вы знаете, когда вглядываешься во все обилие источников, а это и письменные документы, и рельефы, и храмовые статуи, и колоссальная совершенно вереница храмовых расписных изображений, третье, второе, первое тысячелетие до новой эры, то есть все классическое существование Египта, фараонов, как мы его сегодня с вами называем, то, конечно, остается так удивляться, насколько эти люди видели мир красиво, насколько глубоко они пронизывали его своим символизмом. Насколько тонко и очень-очень многомерно воспринимали воссоединение мира земного и мира небесного через символ, через праздник, через культовое действие, через ритуал. Праздников было много. В источниках известно, что, например, в позднее Птолемеевское время, то есть уже в конце первого тысячелетия до новой эры, в небольшом городке Сокнопа-Юнессос, это район Фаюмского Оазиса, было 160 праздничных дней в году. Не надо думать, что эти праздничные дни были актуальны для абсолютно всех. Нет, это, конечно же, не так, это храмовые праздники, и понятно, что лишь незначительная часть этих праздничных дней, она касалась простого египтянина, который работал на своем поле или ловил рыбу. Протяженность праздников, она тоже очень разная, то есть это может быть небольшое празднество, которое было посвящено какому-то локальному божеству, которое длилось всего лишь один день, завершая великим праздником Опит в Фивах, который длился в XII веке до новой эры 30 дней, которые совпадали с одним из месяцев разлива Нила, и поэтому вместо, понятно, невозможно сельскохозяйственных работ в этот момент шли ритуальные действия на ладьях и все эти храмовые потрясающие процессии, о которых мы тоже сегодня с вами будем говорить. На самом деле, если мы все-таки попытаемся спроецировать эти праздники на простого древнего египтяна, я возьму такой хороший пример, Луксор, западный берег, есть такая деревенька, Дейр-Аль-Медина, это деревня, где жили строители царских гробниц. Когда вы приезжаете в долину царей в Фивах, то вы видите результаты их труда. Они работали декадами, недель в Египте не было, каждый десятый день был выходной. О том, что древние египтяне праздновали день рождения, мы знаем тоже только вот из этих источников, потому что день рождения, это был день, когда рабочий мог не посещать, соответственно, свое рабочее место и не участвовать в каких-то необходимых работах, которые на этот день выпадали. Точно так же очень важно египтяне всячески приветствовали отмечание дней, связанных с культом предков. Поэтому какие-то особенные дни, связанные с обожественными предками или предками какой-то конкретной семьи, это тоже была одна из уважительных причин, которая позволяла художникам или царскому мастеровому не выйти на работу. Наконец, понятно, что мы должны с вами представлять, что были праздники национальные, которые охватывали собой всю страну, и праздники локальные, не менее красивые, которые касались какого-то конкретного храма, города или местности. Начнем мы сегодня с вами именно с такого праздника Эдфу, храм бога неба Хора, который начали строить древние египтяне еще в эпоху пирамид. Есть археологические памятники в этой местности рубежа 4-5 династии, то есть ориентировочно 26 век до новой эры, и заканчивали строительство здесь уже Птолемии и Римляне. На могучем первом пилоне храма Хора Эдфуского Птолемий XII, отец всем вам известной Седьмой Клеопатры, побивает врагов в том жесте, который был известен на протяжении всех тысячелетий истории древнеегипетской культуры. Точно таким же жестом побивали врагов первые египетские цари в темноте тысячелетий, когда создавалось египетское государство. Древнеегипетский храм на протяжении очень многих эпох — это храм, как бы нанизанный на дорогу. Только если сегодня, когда мы посещаем эти удивительные памятники, мы воспринимаем ту дорогу, как погружению внутрь храма, на самом деле для самого храма это была дорога, ведущая из святилища, из мира сакрального в мир профанный. Потому что главная основа практически любого древнеегипетского праздника — это хау или воссияние. Это торжественный выход божества из своего святилища, когда на огромных ладьях выносится одна из культовых статуй божества, которая выступает в роли оракула, об этом я сегодня вам расскажу. А главная ее функция — она как раз вот эту святыню, красоту. Вот все то, чем изобилует мир священный, мир дома бога, каковым почитался египтянами храм, вся эта красота, соответственно, наполняет мир профанный. И вот момент праздника, понятно, это момент, с одной стороны, соединения отторгнутого когда-то от мира людей, мира богов, это соединение мира земного, мира небесного, это возвращение к каким-то изначальным временам, это попытка, что очень важно для древнеегипетской культуры, остановить время. Потому что ежедневная храмовая служба в египетском храмовом комплексе, она предназначена прежде всего не для молитвы, а для того, чтобы попытаться вернуть мир в изначальные времена, победить время, вернуть в мир ту гармонию, которая когда-то наполняла паут, так древнеегиптяне называли свой золотой век или свое представление о нем. В храме Ветфу один из главных праздников этого комплекса был праздник божественного брака, когда хор Эдфуский сочетался союзом, узами брака с богиней Хадхор, великой владычицей любви, которая почиталась в Дендере. В итоге этот праздник, который проходил во время одного из месяцев сезона разлива, когда Нил заполнял собой все низменности, он выражался в колоссальной, невероятно красивой процессе ладей. Сначала божественный жених совершал плавание к невесте из Эдфу в Дендеру, затем невеста из Дендеры, как уже законная супруга, с младенцами ехала в Эдфу к своему небесному супругу. Источников очень много, но прежде всего покажу сам храм, это один из шедевров патолемеевской архитектуры в Египте. Вот как раз мы сейчас видим пилон, первый двор открылся, и вот эти массивные каменные стенки, или как мы их называем в египтологии, экраны, они отделяют пространство священного, но все еще не столь сакрального внешнего первого двора, от вот этой потаенной святыни, где начинается уже пронаос или колонный зал, который предшествует святилищу, там, где уже находятся священные изображения и так далее. В Эдфу Хадхор Дендерская пребывает на своей священной ладье. Понятно, что Египет — это река, это Нил, это представление о Ниле земном, Ниле потусторонним и Ниле небесном. И таким образом, вот эта ладья, которую здесь шрицы вместе с царем Патолемеем Восьмым несут на своих плечах, это такая переносная обитель богини, потому что, с одной стороны, это лодка, и вот здесь на носу и на корме этой ладьи, сильно поврежденные, к сожалению, в ранние христианские времена, эгиды — это изображение лика богини в широком солнечном ожерелье Усех. В центре ладьи стоит наос или ковчег, или ящик, просто говоря, внутри которого находится переносная культовая статуя богини. Соответственно, ладья обычно делались из благородного кедрового дерева, отделаны были золотым, электром, полудрагоценными камнями, то есть это должно быть феерическое зрелище. Здесь священное пахало, изображение царя, и вот здесь, с этой стороны, понятно, со стороны носа, наос открывался для того, чтобы статуя, все равно прикрытая тончайшим белым полотном, могла отдавать все великолепие и всю благость окружающему миру. Каждая ладья божества имела свое название. Ладья богини Хадхор называется Учесетнефру, поднимающая красоты. И вот в таком виде великая богиня любви прибывала на свадебную церемонию к своему супругу. Один из самых мною излюбленных, насколько можно сказать, портретов, изображений богини Хадхор — кедровое дерево 4 век до новой эры, собрание Музея Метрополитен, Нью-Йорк. Ее священное животное — корова, одно из, великая подательница молока, поэтому у нее коровьи уши. Это фрагмент Науса, который когда-то стоял на одной из божественных ладей богини. То есть вы можете себе представить все изящество, с которым даже в такую позднюю эпоху экипетские мастера делали реликварии и инсигнии, все то, что использовалось непосредственно в божественном культе. На стенах храма в Эдфу вы видите практически все этапы божественной церемонии. Жених, бог неба и покровитель царской власти с головой сокола, хор Владика Эдфу, готовится принять свою невесту. Невеста Хатхордендерская, с одной стороны, она возглавляет процессию, но все еще оглядывается на царя и тех божеств, которые выступают в роли покровителей невесты, такой ее церемониальной свиты. Здесь и бог Атум, великий владыка и творец вселенной, и вот один из царей Птолемеев, и другие божества, которые сопровождают невесту в этой сцене сватовства. Мы должны с вами себе представлять, что Хатхор – великая владычица музыки. Ее сын, один из ее сыновей Ихи – это вообще бог музыкального искусства. Поэтому все, что связано с культом Хатхор – это трещотки, это храмовые арфы, это флейты, это цитры. И обязательно вот такой ритуальный предмет – это кастаньеты храмовые, выполненные они из слоновой кости. Это Швейцария, частное собрание, рубеж 10-9 века до новой эры. Ладошки самой богини, ее руки, причем смотрите, здесь изображение цветка папируса – уаджи, символа вечной молодости. Из этого цветка папируса в изначальные времена появляется маска самой богини, золотой богини любви. На ее голове священный змей, который олицетворяет собой иадет, гневную силу богини-матери, которая покровительствует Хатхор и одновременно как бы браслеты на этих руках. И, наконец, сами ладони, которые напоминают, что одна из функций богини любви – быть рукой в тот момент, когда, согласно одной из космогонических легенд древнего Египта, которая происходила из города Гелиополя, бог Атум, бог предвечный, творит мир посредством мастурбации, извергая свою семью, из которой будут сотворены все вещи. И в этот момент его рука становится его супругой, предвечной богиней любви. Вот подобными кастаньетами руководитель, либо руководительница храмового хора отбивали такт, по которому соответствующие жрицы, шемаид, певицы, исполняли литургические гимны, ибаат, акробатки, изгибались в самых невероятных композициях, хесид, великие храмовые жрицы, которые играли на различных музыкальных инструментах, исполняли все вот это многоголосие звука, которое сопровождало свадьбу богини, столь безмолвную на храмовых рельефах, если мы с вами не читаем тексты, которые рассказывают об этом и которые сопровождают все изображения. Торжественный вход жениха к невесте. Хора несут на божественном паланкине духи с головами соколов и шакалов. В образе подобных духов почитались древнейшие цари египетской земли, имена которых уже остались забытыми. Это духи города Пе, символы Нижнего Египта и Дельты, и духи города Нехена, который находится в долине, и, соответственно, стал символом Южного, Верхнего Египта. Хор едет на престоле, который установлен на знаке Неб, владыка, под ним девять луков. Таким образом, символически египтяне изображают все чужеземные страны, которые подпадают под стопы египетского правителя. А поскольку Хор — это божественный прототип царя, это вообще символ царской власти в египетской культуре априори, то понятно, что он здесь выступает в образе такого универсального фараона или его божественного прототипа. Его земное воплощение, конкретно царь Птолемей, стоит на пороге святилища. В одной его руке светильник с ладаном, то есть это не только свет, но это еще и аромат. В другой — систер, священная ритуальная трещотка, которая использовалась в ритуалах умиротворения гневного женского божества. Потому что если вы сейчас посмотрите на невесту, то у нее львиная голова. Хор — это гневная, разъяренная, солнечная богиня, которая насылает мор, эпидемии, эпизоотии, чуму. То есть всю, с одной стороны, силу гнева, с другой стороны, она великой владычицы медицины. И, как гласит легенда, в результате божественного брака, когда Хор находит свою невесту, в первую ночь он умиротворяет ее, она начинает носить в своем чреве младенца будущего дня, то есть свое дитя. И в этот момент гневная богиня обретет свою милостивую женскую форму, станет той самой золотой хадхор, золотой богиней любви. Чуть увеличенное изображение этого же самого рельефа на стене храма Хора в Эдфу. Соответственно, в ритуале умиротворения божества а главное подношение, или как называют его древние египтяне, уденет, оно состоит из 26 различных жертв. Здесь и пища, и напитки, и благовоние, и ювелирные украшения, потому что когда-то мир был единым, как гласит египетское мировоззрение. И в изначальные времена, в том самом золотом веке, люди существовали вместе с божествами, потом люди предали предвечное божество, мир был разделен. И поэтому по египетской концепции мира, когда дух входит в пультовую статую, он входит в разъяренном состоянии, особенно когда речь идет о гневной форме богини-матери. Очень важно было буквально с первыми элементами ритуала ее умиротворить и вернуть ей вот тот самый женский облик, который был преисполненным любовью. Здесь же в Эдфу, недалеко от главного храма бога Хора, существует вот эта структура, называется она пермес, или дом рождений. Это как бы некая каменная имитация у травбы богини-матери, в которой зачатым от Хора родится ее младенец. Хор Шематауи, хор владыка обеих земель, то есть опять же прототип высшей формы царственности, либо Ихи, бог музыки. На составных капителях этой структуры вы видите изображение сильно сбитой карлика. Это бог-бес, это дух, хранитель домашнего очага, беременности, покровитель, рожениц и родов. То есть вся вот эта священная территория чрева богини, она защищена магическими существами, для того, чтобы в нее не проникли духи хаоса. На колоннах огромное количество удивительных изображений, которые прославляют материнство. Хадхор, владычица Дендерская, солнечное око, гласит надпись, выписанная около поврежденного лица богини. Она обнимает и кормит грудью своего младенца, того самого Хора Шематауи, чье имя вы уже знаете. Или другой пример, в котором Хадхор Дендерская очень близка по иконографии культу Исиды, другой великой матери древнего мира. Она сидит на предвечном престоле, в центре зарослей Ахбит, в великих болот тростника, где предвечная мать с младенцем скрыта от опасности профанного мира. И другой ее сын в этот момент подносит, опять же, систер. Опять же, ритуал церемониального умиротворения, возвращение благодати материнства внутрь божества, которая, быть может, явилась в агрессивной форме внутрь своего культового образа. Понятно, что эти ритуалы не только были связаны с непосредствами реалий и медалины Нила, они были связаны еще, конечно же, с ритуальным календарем. И вот здесь одна из египетских легенд, которая обеспечивает цикличность года, объясняет ее, это как раз ритуал умиротворения линоголовой богини. Потому что по одной из легенд, которая сохранилась в знаменитом тексте книги Королы, рассказывается о том, что когда люди предали солнечное божество, то он вызывает джаджад, небесный суд богов, для того, чтобы принять решение, как поступить с людьми. Боги не могут принять это решение, и в свою очередь вызывают Нуна. Нун — предвечный великий океан хаоса, это существо полубожественное, полуинертное, которое олицетворяет все то досотворенное состояние мира, в котором все уже пребывало, но просто в нематериализованном состоянии. Океан хаоса Нун, отец всех богов, он советует вызвать солнечную богиню, которая, узнав, что сотворено против ее отца, она измилостивой становится гневной, принимает виноголовую форму. Соответственно, когда она начинает уничтожать человечество, то солнечное божество понимает, вот в мифе бог Рахарахте, он понимает, что люди будут уничтожены все до одного. В этот момент он берет пиво, смешивает его с гематитом, это так называемый красный минерал Диди, выливает этот напиток, который по цвету своему напоминает кровь, на поля. Богиня, отведав пиво, у нее наступает опьянение, у нее наступает радость, она не замечает остатки каких-то там несчастных людей, которые где-то еще расползлись в этот момент, великого божественного солнечного гнева. Но, как известно, после ночи опьянения приходит утро трезвого дня. И когда богиня понимает, что ее таким образом обманули, она в гневе уходит в далекие африканские земли, которые египетский текст называет «бугем». Дословно «место нахождения», то есть куда-то, куда она удалилась. В итоге бог Солнца посылает в образе двух павианов, двух маленьких обезьян, бога воздуха Шу и бога мудрости ритуала Тота. Они приходят к богине, рассказывают ей о том, как прекрасна Родина, как вкусна пища на Родине, какие замечательные сказки рассказывают на Родине, какие песни поют на Родине. И в итоге богиня, львиноголовая, разъяренная, она медленно умиротворяясь возвращается в Египет. По одной из легенд, в момент ее возвращения в Египет возвращается не только она сама, но и плодородие, но и благодать, естественно, связываемые в Древнем Египте с паводком Нила и с восходной звездой Сириус. Именно поэтому львиноголовая богиня, одна из многих, изображена вот здесь, на стене храмового комплекса в Комумбу, где сохранился один из самых полных ритуальных календарей. Здесь указан, какой сезон года, какой день, какой ритуальный праздник, как он соответствует тому или иному божеству. И, соответственно, ввиду того, что вот этот цикл возвращения львиноголовой богини, он образовывает как раз полностью год, она в этом календаре получает титул Ренепет. Ренепет — год. Дословно, богиня — год, которая управляет всеми жизненными циклами. Культовая статуя богини Сехмет из храма Мемфийской триады в Карнаке, XV век до Новой эры, одно из самых поразительных изображений львиноголовой богини, которая может выступать как Сехмет, могучая, как пахет царапающая, как многие-многие десятки львиноголовых богинь, которые почитались в каких-то отдельных локальных центрах древнего Египта. Именно она считалась, эта же статуя, другой вид, с одной стороны, великой львиноголовой богини, с другой стороны, подательницей жизни Нового года. У нее в руках скипетр Уаджи, скипетр Папирус, скипетр Вечной Молодости, которой распоряжаются великие львиноголовые гневные богини. Прошу прощения. Ввиду того, что культ разъяренной матери, он непосредственно связан с представлениями о цикле времени, то внутри вот этой огромной летании Уденет, о которой мы сегодня же с вами начали говорить, главное подношение выглядело очень и очень своеобразно. Перед вами один из заптолемеев, который на стене храма Исиды на острове Филе подносит жертву львиноголовой богини. Вы видите изображение маленького бабуина, за которым стоит прямоугольник, и все это стоит на полукруглом знаке Хеббе. Хеббе — праздник, торжество, ликование. Это изображение клипсидры. Клипсидра — это водяные часы. Обычно это был усеченный каменный конус, в который наливалась вода, и по рисочкам, которые были намечены внутри этого произведения, обычно это полностью произведение искусства, все покрыто рельефами, есть древнейший клипсидр, сохранившийся 14 века до новой эры, великий клипсидр Аминхотепа III из Карнака, хранится в Каире. Ну так вот, и поплавок, который украшен изображением бабуина, и медленно-медленно-медленно опускается вместе с вытекающей водой, это для древних египтянцев символ времени. И поэтому царь здесь дарует ей время, владычицей которого она является, и в данном случае время с одной стороны нужно победить, а с другой стороны время — это цикл, соответственно, когда подносится великая клипсидра Унхеб, как сказали бы древние египтяне, тем самым царь как бы намекает магическим образом богине на окончание цикла ее гнева и на начало цикла ее умиротворения. И вот она уже здесь в умиротворенной форме, у нее на голове Сепедет, это убор звезды Сириус, это уже разлив Нила, египетское лето, то есть рубеж июня и июля, и в центре царь Птолемей VIII, к которому она подносит символ вечной жизни, как уже благая мать. Ее другой облик, облик богини Хадхор, ликующий своей красотой и женственностью, стоит у царя за головой. И бог Харур, бог старший, который является супругом одной из них, тоже присутствует вот в этой сцене умиротворения, в которой древний Египет совершенно удивительно символическим образом не только рассказал о циклах разлива Нила, но и о силе и ярости солнечного божества и о том, как они представляли себе материнское начало. Именно поэтому ситуация с браком Хора и Хадхор, она очень непроста. Более того, в процессе брачной ночи богиня, она постоянно принимает разные формы. И совершенно потрясающий образ, я не знаю, никакого аналога, более такому удивительному образу гневности, есть он только в древнеегипетской культуре, это такая богиня, которая называется Табитит. Табитит это огромный черный колоссальный скорпион с раскаленными глазами. Это самая высшая гневная форма богини-матери, при этом один из ее эпитетов, она Ширит Энауэнра, она крошка, та, что на руках у солнечного бога. То есть, вот если мы обладаем такой способностью представлять картинку, которую я описываю, просто представить себе это, это выглядит очень красиво. И в тот момент, когда Хор вступает непосредственно в отношения с богиней, то есть, это брачные ложи, первая супружеская ночь, то она впускает вот этот огромный черный скорпион, она впускает в него яд. Но в этот момент яд, ввиду того, что помыслы его праведны и соответствуют миропорядку, он очищает его тело от скверны и становится для него не ядом, но целительным средством. Она, соответственно, обретает семя бога, она становится беременной, и в этот момент начинается очень быстрый процесс умиротворения богини, которая понимает, что она ждет своего младенца. Царь вместе с царицей выступает здесь посредником, который жертвует дары, такой скромный жертвенник, но зато подробное описание того, что на нем принесено. Здесь перед ними и хор Эдфуский, и хатхор Владычица Дендерская, которые уже сочетались с браком, и здесь, соответственно, царь и царица, они почитают не просто богов, они почитают свои небесные прототипы, потому что царь, любой египетский царь, это воплощение хора на земле, соответственно, царица, его супруга, это воплощение богини любви, хатхор. Здесь же, в Эдфу, в комплексе мистерий, таинств этого храма, еще сохранилось большое количество изображений, которые рассказывали о специальном празднике. Праздник был посвящен победе хора владыки Эдфу над силами хаоса. Хор здесь выступает, как законный сын Рахарахте, бога солнца, и он повергает силы хаоса для того, чтобы упрочить престол своего божественного отца. Дело происходит на ладьях, это священное озеро, и здесь, соответственно, каждый из нескольких десятков этапов церемониала он описывает, как конкретно хор при помощи других божеств или при помощи царя повергает хаос. Вот этот вот гиппопотамчик, перевернутый здесь, это символ сетха, символ бога, который здесь, соответственно, представляет собой хаос и все то, что противостоит миропорядку. Я вот не удержался, я покажу вам крупную картинку, вот, и вот здесь видно гарпун, который он вонзает в эту несчастную маленькую зверюшку. На самом деле, здесь речь идет о магизме изображения, потому что сетх изображается столь маленьким, столь хрупким, столь уязвимым существом, поскольку, соответственно, изображение же оно для вечности, да, и это поможет в мистериале хору победить сетха, если он будет вот в столь миниатюрной форме. Удивительно, но подобное мистерие касалось практически каждого египетского царя. Все, наверное, знают вот этот замечательный памятник, один из двух, изображение Тутанхамона на плетеном челне, найденной в 22-м году в его гробнице Говардом Картером. В руке у него, с одной стороны, гарпун, с другой стороны, здесь у него, ну, что-то типа шнура, которым он должен пленить то существо, которое плывет в этот момент под лодкой, ибо царь в этой церемониальной позе олицетворяет собой великого хора бехдетского, хранителя миропорядка, истинного сына солнечного бога. Специально показываем кадр 1964 года. Этот памятник был чрезвычайно сильно поврежден в 11-м году во время Первой египетской революции. Сейчас он отреставрирован, к счастью, но все равно теперь вот этот памятник несет на себе еще и другой оттенок истории хаоса. Хаос можно ловить разными способами. Можно воткнуть гарпун в сетха, а можно ловить птиц с великой небесной сетью. Это тоже стена храма хора Ветфу. Здесь вы видите сеть, которая накинута на целый куст из этих папирусов. И здесь не только птицы, но здесь и антилопы, ориксы, здесь и красные быки. Это все существа, которые олицетворяют собой силы хаоса. Сеть, которая приняла силы хаоса, это маат, это миропорядок, это закон, это то, чем живет вся Вселенная и то, что олицетворяют собой высшие боги и, соответственно, фараон. Наконец, ритуал повержения хаоса подходит к своему концу. Сегодня, вы знаете, очень забавно, когда в Ветфу разглядываешь эти стены и видишь постоянное изображение озера, упускаешь из головы, что храм полностью по периметру застроен современными зданиями, которые стоят на домах 19 века. И то священное озеро, которое по каноническому плану храмов этой эпохи, известно, где оно было, оно под фундаментами домов, которые стоят до сих пор на части храмового комплекса, они не расчищены. Ну, а вот этот финал здесь приносит в жертву красного гиппопотама, который символизирует собой Сетха. Третья фигура — это царь. Царь кормит зерном специфического гуся, который символизирует собой среди очень многих других еще пластов значения то, что царь обладевает своими врагами, а в центре очень интересная фигура, которая держит в руках свиток папируса — это имхотеп. Это великий египетский мудрец, архитектор первой египетской пирамиды царя на Черехето, Джосера, построенный в 27 веке до новой эры, создатель, как гласит легенда, египетского календаря и многих-многих-многих других ритуалов, которые позже потом почитались в египетской культуре. Именно к нему во многом египетская культура относила возникновение многих основных своих категорий, понятий, текстов, включая знаменитую доктрину жизни, главный труд имхотепа, который, к сожалению, не дошел до нашего времени. Мы знаем его только по изображениям, только по названиям. Может быть, есть где-то неопознанные цитаты, возможно, когда-то этот текст будет найден. Покровителем имхотепа, как человека, обожествленного мудреца, который здесь ведет ритуал, является тот бог с головой Ибиса либо с головой Павиана. Бог мудрости, язык богов, как его называют еще тексты пирамид, древнейшие египетские религиозные тексты, датируемые, их записанная версия, как минимум 25 веком до новой эры. Протянутая ладонь, это жест высказывания, в другой руке он держит сжатый свиток папируса. Именно бог тот, как один из посредников между миром богов и миром людей, является в Египте фараонов покровителем тех праздников, внутри которых была заложена вот эта божественная идея повержения хаоса и восстановления великого миропорядка. В святилище храма Хора Ветфу сохранился до сих пор наос, это огромный каменный ящик, в котором когда-то стояла культовая статуя божества. Верхушка этого наоса имеет перимедальную форму, это бен-бенет, это изначальный фрагмент суши, который был сотворен богом в предвечные времена. И вот это изображение ладьи, на самом деле это французская реконструкция, ее египетские гиды выдают всегда за оригинал. Нет, она была сделана в 1950-х годах, но тем не менее она дает четкое представление, она очень хорошо сделана, как выглядела божественная ладья. Понятно, что в логику хау, в логику вот этого ритуала воссияния, когда священная ладья с богом выходит из храма, закладывалось представление о том, что мир профанный, он несет угрозу миру священному, миру сакральному, поэтому ладья, которая возвращается обратно в свой храм, она несет на себе нечистоты этого мира. Именно поэтому раз в год, это празднество обычно совпадало с последней ночью старого года, все священные предметы, включая малые ладьи, сначала очищались с помощью воды и натрона. Натрон — это природная смесь соды и соли, ночерит по-древнеегипетски, божественная, символ чистоты как таковой, затем они выносились на крышу храма, и там встречали первые лучи солнца. Праздник назывался Хенематон, или соединение с солнечным диском. Первые лучи солнца Нового года, первого дня года, торжествующего, победившего силу из хаоса в ином мире, касались луча и лучей этих всех священных предметов, тем самым предметы очищались, и по специальным лестницам в толще стен храма хора в Эдху, а спускались обратно в свои собственные святилища, залы, галереи, а порой подземные крипты, те помещения, где хранились особо священные предметы богов и богинь. Перенесемся из Эдху в Уасет, могущественное, так переводится это имя. Греки назвали этот город Фивами, сегодняшний Аль-Уксур, Луксор, не Люксор, как пишут во всех туристических буклетах, а Аль-Уксур, дворцы в арабском. Нил здесь невероятно широк, по легенде древних египтян, именно над Фивами лежит великий небесный меридиан, то есть тело великой богини-матери Нут, которого, видите, склоненным на миллионах папирусов, лежит именно здесь, над этим миром, как верили древние египтяне. Дехенет, великая гора Запада, которая сегодня называется Эль-Курн, за ней находится долина царей, перед ней белые террасы храма царицы Хаджепсут, за мной в этот момент на восточном берегу Нила, Карнакский храм, Луксорский храм, то есть совершенно невероятная, грандиозная святыня Египта, эпохи Среднего и Нового Царства. Одним из главных праздников, который отмечался здесь, в Фивах, был праздник Хебнефер-эн-Инет, или прекрасное торжество долины, или прекрасный праздник долины. Когда Амон-Ра, великий владыка Карнака, Карнак ведь тоже современное рабское название, в древности это Ипет-Исут, совершеннейшее из мест, он на своей божественной ладье пересекает Нил, для того, чтобы с восточного берега прийти на западный, уйти в знаменитое ущелье, скальный амфитеатр Дейр-эль-Бахри, где в одной из пещер, по легенде, скрывалась тайная утроба богини-матери. Посетить утробу богини-матери, обновиться в ней, омолодиться, и затем вот эту новую жизнь, обратите внимание, божество даже, верховное божество, ищет омоложение новой жизни, чтобы эту новую жизнь принести миру, и поделиться в том числе этой вечной жизнью, в том числе и с усовшими царями, для того, чтобы они могли поддерживать свое существование в ином мире. Вот это у Сархет Амон, большая парадная ладья Амона Ра. Рельеф из храма Сетя I в Абидосе, XIII век до новой эры. Сетя держит в руках курильницу, бросает в нее ладан, главный благовоний древнеегипетского храма, богатейший жертвенник, вот это открытые двери святилища. Ладей у бога было две. Это маленькая переносная ладья, которая непосредственно входит в святилище храма. Она, в свою очередь, переплывала Нил на большой ладье. Фрагменты больших ладей есть. Парадная Сархет Амон имела длину более 60 метров. Ее на буксире тянул царский корабль ритуально, а на самом деле целая флотилия из нескольких десятков судов, которые на тросах тащили эту огромную конструкцию, которая была сделана из кедрового дерева, золота, электрума, богатым образом украшены самыми различными полудрагоценными, драгоценными камнями. На носу и на корме священный Усархет Амон, широкое солнечное ожерелье Усех, ювелирные изделия, цветок водяной лилии, из которой на восходе дня рождается солнце. В данном случае голова Овна, поскольку Овен – это одно из священных животных бога Амона. В центре Наус, закрытый белым полотном, как я уже вам рассказывал, здесь когда-то находилась культовая статуя божества. И царь присутствует здесь не только в виде того, кто ведет ритуал, кто воскуряет священный ладан, он здесь носит апахала, божественные эмблемы, и даже держит небо, потому что вот эта подстава – это символ пространства, это земля, это небо. Царь символизирует собой четыре опоры неба, а на небесах покоится великий корабль бога. Соответственно, Амон путешествовал не в одиночестве. Рядом представлена ладья, начало вот здесь, богини Муд, его супруги, и бога Луны Хонсу, с головой сокола, который считался сыном Амона в Карнаке. Прибывали они сюда, вот в это ущелье, которое было священным как минимум с 26 века до новой эры. Первый граффити в этом ущелье задолго до сооружения этих храмов. Они датируются эпохой строительства пирамид. Позже вот здесь царь 11 династии Непхипетра Ментухатеп в 21 веке до новой эры строит свой храм, и потом на рубеже 16-15 века до новой эры появляется классика. Джессер Джессеру, священнейший священных, заупокойный храм фараона-женщины Хаджепсут. Святилище этого храма было смоделированной пещерой, то есть изначально там была естественная пещера, которая была изменена архитекторами, расширена, приспособлена под нужды культа. Именно вот сюда по этим белоснежным лестницам когда-то поднималась Уссерхет Амон в главную ритуальную ночь великого праздника долины. На самом деле это была совершенно феерическая процессия. Когда вы приедете в Екипе, вас сразу же привезут вот сюда, вот на эту площадь перед храмом царицы. На самом деле, вот если отойти в Некрополь, вот видите, это фрагмент белой стены. Здесь все засыпано. Вот это фрагмент процессионной дороги, которая вела к храму Хаджепсут. Изначально на берегу Нила стал огромный пилон. Вот этого пилона вверх, в Некрополь, шла процессионная дорога, или Дромос. Мы пользуемся греческой здесь терминологией. Дромос был уставлен в перемешку гранитными и песчаниковыми сфинксами царицы. Часть этих сфинксов, которые не были уничтожены в древности, хранятся и в Каирском музее, лучшие экземпляры музея Метрополита в Нью-Йорке и в Египетском музее в Берлине. И то есть здесь, вот на этой белой, белоснежной процессионной дороге, которая уставлена сфинксами, вы можете себе представить всю роскошь, огромные процессии жрецов и жрец, которые, опять же, с музыкальным сопровождением, с сопровождением хора, двигаются с ладьей бога Омона к великому чреву матери богов. Он поднимается все выше и выше на третью террасу. Третья терраса сейчас отреставрирована польскими археологами. Изначально каждая колонна, каждый стоп это был пилястр со скульптурным изображением Хаджипсут. Вот эта статуя крайняя, это на самом деле вот это лицо. Дальше в третьем дворе структура храма очень непроста. Только немногие примещения открыты сегодня для визита. Вот дальше ось завершается уже в самой скале. Обратите внимание вот на этот цветовой люк, он нам понадобится чуть позже, и огромные гранитные двери. Причем перед этими гранитными дверями вы видите несколько колонн в виде цветков папируса. Для древнего египтянина пространство зарослей папируса это пространство пограничное. Недаром вот такие заросли папируса согласны очень многим заупокойным текстом они разделяют мир земной мир и мир потусторонний. Их преодолевают души умерших в тот момент, когда они проходят на загробный суд богов. То есть вот эти каменные папирусы они здесь намекают на то, что это порубежное пространство, что там пространство совершенно иномое. Если мы представим, что мы вошли внутрь, то мы увидим святилище, украшенное тоже ассирическими колоссами царицы Хаджипсут, то есть она представлена в образе бога Ассириса, боги владыки нового мира. И вновь мы видим здесь световой люк. Обратите внимание. И дальше идет проход уже в само святилище, которое и было когда-то пещерой. Если мы посмотрим на срез этого пространства, то вот вам первое световое окно. Вот здесь те двери, которые мы видели, гранитные. Вот второе световое окно, которое я вам показал. А дальше идет уже соответственно проекция вот этой линии на культовую статую. И в дни равноденствия и другие солярные праздники храм был ориентирован так, что солнечный луч падал непосредственно на лицо культовой статуи. Вот именно здесь, в преддверии, перед статой богини-матери, а здесь почиталась Хадхор, и останавливалась на ночь Усерхет Амон, малая ладья бога Амона. Сначала покажу световой эффект. К счастью, в Деральбахре он сохранился. Вот здесь на восходе начинает двигаться солнечный луч, он приближается к световому люку. Теперь мы встанем на место культовой статуи и посмотрим, что она увидит в момент соединения солнца и статуй, как вы увидели древние египтяне. Феорическое абсолютно зрелище это солнце, вошедшее на восточном берегу Нила. Ровно по той же самой оси на восточном берегу находится Карнакский храмовый комплекс. Оси Карнака и храма Хадшапсуд в Деральбахре полностью совпадают. Однако вернемся к нашей ладьи бога Амона. Она остается здесь на одну ночь. По сторонам от ладьи наливаются большие емкости священного молока коров и стоят четыре факела. Четыре емкости с молоком коров символизируют собой четыре стороны света. Под утро уже буквально накануне восхода факелы гасятся в молоке с определенными заклинаниями, с определенными ритуалами. После чего молоко считается исцеляющим. И страждущие выстраивались просто около храма для того, чтобы получить небольшую толику этого священного молока. И соответственно, побывав в утробе матери, пройдя через смерть и родившись на новый день, великий Амон, владыка Карнака выходит отсюда из утробы богини-матери и посещает каждый заупокойный храм царей, который находится на берегу Нила, на западе Фив. В момент посещения на культовую статую любого умершего царя надевается специальный венок, который своей формой напоминает анг, великий символ жизни. Он просто сплетен из цветов. И вот это дар богини-матери, который Амон, как солнечный предвечный бог, он передает каждому усопшему царю, каждому воплощению хора, который когда-то провел на земле. Но внутри этого праздника есть еще одна очень интересная вещь, и недаром я вам показываю изображение Хадхур, фрагмент столба с маской богини, отсюда же из храма царицы Хаджапсут. Потому что одновременно этот праздник ассоциировался тоже с возвращением львеноголовой богини, с возвращением солнечной дочери, которая преисполнена теперь милосердием. И в знак того, что первый раз милосердие богиня обрела, взяв в руки красное пиво, вот тот самый пиво, окрашенное минералом диди, вот эта ночь, когда бог пребывает в утробе матери, она называется ночью опьянения. В этот момент брали взрослые, взрослые члены семьи, брали пиво, вино, закуску, шли в некрополь на могилы своих предков. Потому что в этот момент предки присутствуют как бы на родовой трапезе. В этом нет никакой боязни смерти, у них вообще нет отношения боязливости какой-то к некрополю. В этот момент наоборот, происходит обмен силами между живыми и мертвыми, то есть живые почитают мертвых и тем самым дают им вечную жизнь, произнося их имена и поднося им необходимые приношения, а мертвые в обмен дают жизненную силу рода, силу К, для того, чтобы в семье появились новые грядущие поколения. В этот момент, естественно, вот в некрополе, а иногда и в храмах, известно, что для этого использовались первые два храма богини Муд, богини-матери в Карнаке, происходили ритуалы священного брака, потому что считал, что в женщины в этот момент входит богиня Хатхор, и, соответственно, овладевая ею, ее супруг в этот момент касается плоти непосредственно богини, а не собственной супруги. Поэтому, безусловно, вот довольно нехарактерный для египтян очень аргиастичный ритуал, который был связан с вот этой великой ночью опьянения матери богов. Соответственно, для заупокойных храмов царей, которые посещает бог Амон, это великое торжество, потому что это торжество новой вечной жизни. Вы здесь видите рельеф из храма Рамсеса III в Медене-Табу. Это заупокойный храм на западе Фив, сооруженный в XII веке до Новой эры. Сам Рамсес III здесь приветствует Амона, Муд и Хонсу, великую фиванскую триаду, которая прибыла в его храм после ночи опьянения. А четвертая фигура обожествленный царь Рамсес II, Рамсес Великий, которого Рамсес III в свою очередь почитал как великого предка и царя, который вдохновлял своими деяниями, даже своим именем все последующие династии. При этом любопытно то, что Рамсес II присутствует в Медене-Табу не только в образе своей культовой статуи, понятно, что это культовая статуя, но и даже в образе своей ладьи, то есть у отдельных царей в рамках существования их заупокойного культа бывали священные ладьи. И вот здесь изображение Рамсеса III, которое воскуряет благовоние перед парадной ладьей Рамсеса II, для которого в его заупокойном храме было построено отдельное особенное святилище. Ритуал, когда ладья плавала по Нилу, он касался как праздника Хеб-Нефер-Эн-Энет, прекрасного торжества долины, о котором мы поговорили, так и о главном фибанском празднике, совершенно знаменитейшем празднике Опет. Первые упоминания об этом празднике датируются XVI веком до новой эры, правлением царя Менхатепа I. Позже широкое распространение он получил уже при известном нам Хадшепсуд и во многие последующие эпохи. Причем, смотрите, как интересно, при Хадшепсуд праздник длится 10-12 дней, при Рамсесе III, то есть, ну, практически через 350 лет, а он длится уже полный месяц. То есть, тенденция к увеличению праздника, к его усложнению, к усложнению его ритуальной наполняющей, здесь оно, конечно же, долицо. Итак, перед вами вот такие необычного красного цвета рельефы со стены кварцитового святилища Хадшепсуд в Карнаке, рубеж XVI-XV века до новой эры. Это Осархетамон, смотрите, какая она скромная, еще такие простенькие совсем эгиды, нет того, что вы видели на рельефах Сети, да, а между Хадшепсуд и Сети разница, ну, приблизительно в 200 лет, чуть больше даже. Жрецы несут эту ладью с культовой статуи божества. В рамках праздника Опет ладья Омона Карнакского исследовала в Луксорский храм, в южный предел Омона Фивах или Опет, место уединения, которое иногда не очень корректно называют Гарэму, но это скорее место уединения, где он в том числе встречается со своими супругами. Приход Шепсуд, Опет шел по суше, и вот эти приблизительно три километра, которые между Карнакским и Луксорским храмом, ладья пересекала по многочисленным аллеям, украшенным сфинксами, которые вот совсем скоро Екипет все-таки хочет восстановить в полной мере, возвращался Бог на ладье по Нилу. В более поздней эпохе, поскольку торжество на Ниле всегда более парадное, более красивое, торжество шло уже, конечно, только по Нильской воде. Итак, сама Хадшипсуд в мужском обличье воскуряет благовоние перед святилищем. Внутри святилища стоит Усархетамон. Кстати, смотрите, как интересно, то есть изображение мужское, она женщина-фраон, однако из минимум четырех, которые в таком обличье правили Египтом. И здесь царь Вежьего и Нижнего Египта, дочь Ра Хадшипсуд, то есть здесь гендерное несоответствие выписано. При этом на входе в святилище стоит колосс царя Маткара, то есть это сама Хадшипсуд, это ее тронное имя, при этом она возлюбленная Омоном, то ли царь, то ли царица. Часть женского рода, часть мужского рода, поскольку понятно, что фараон женщина, и все это было не совсем легитимно. Вот так ладья выглядит внутри этой красной кварцитовой часовни, которая сейчас в Карнаке воссоздана французскими специалистами. И здесь на сопроводительных рельефах вы видите праздник. Здесь и акробатки ибаат, которые сгибаются вот такие невероятные мостики, и орфисты, и великий храмовый музыкант ши-систрами и менотами, и певцы, и плюсуны, то есть вот это все движение, которое показывает всяческое ликование вокруг божественной процессии. Тем не менее, параллельно здесь много ритуальных действий. Это Ит Нечер, Божественный Отец, это один из достаточно высоких жреческих титулов, а вот это вообще Хемет Нечер, это супруга Бога, это верховные жрицы. Они зажигают священные факелы для того, чтобы осветить путь для движения ладьи Бога Амона. Следующий ритуал, ритуальное уничтожение врагов Бога Амона и так далее. То есть здесь очень четкое разделение двух пространств. Пространство процессии ритуала и пространство веселого такого ликования, к которому присоединялись все желающие с детьми и все что угодно. Соответственно, из Ипетесуд, из Карнака ладья прибывала вот сюда, в Луксорский храм. Понятно, что вот этот пилон, он был построен при Рамцесе Великом, то есть это 13 век до новой эры. До этого структуры были более скромными. Всю священную дорогу украшают многочисленные сфинксы. Аллея несколько раз на протяжении своего существования менялась разными царями. Это аллея царя Никтаниба первого, это четвертый век до новой эры. В чем суть праздника Опет? Бог Амон, верховный бог солнца, который носит на себя отдельные черты предвечного бога. Он вступает в брак с земной царицей, принимая обличие ее земного супруга фараона. От этого брака рождается следующий фараон. В момент соприкосновения с земной женщиной Амон теряет часть своего священного статуса и становится умершим предком отцом царя. Внутри Луксорского храма проводится ритуал, когда фараон, которому таким образом Бог дал частицу своей святости, он проводит необходимые заупокойные церемонии по отношению к Богу как к своему родному отцу, тем самым возвращая ему часть своей жизненной силы. В этот момент Амон оживает и с триумфом опять как великий владыка вселенной Карнака возвращается в Карнакский храм. Одна из иллюстраций к этому ритуалу смотрите святилище, это Бог Амон, его обнимает и готовится к поцелую богини Муд, его небесная супруга, роль которую понятно играла земная царица, а вот здесь Рамцес второй, совсем с юным личиком, который держит сосуд с Ладаном, то есть это светильник, и сосуд сосуд со священной водой, из которой делается возлияние на преалтарный жертвенник, который здесь стоит рядышком с этим святилищем. Изображение из Карнака, удивительное, совершенно не имеющее аналогов, и показывающее по сути один из этапов этого великолепного праздника. Здесь в Карнаке в великолепном гипостильном зале, которое строило несколько царей, это конец 14-13 век до новой эры, на рельефах стен сохранилось изображение того, как проходил праздник Опет. Смотрите, это ладья Аусархетамон, которая пребывает в Луксорский храм. С одной стороны, Рамсес помогает нести ее основные действующие лица, опять же, духи Пе и Нехена, то есть древневшие цари египетской земли, чьи имена забыты. Рамсес сам же встречает, он изображен в двух ипостафиях, в двух местах, он встречает ладью в Луксорском храме, то есть тоже восшествие в Луксор, и здесь, конечно, со всеми деталями очень красиво все изображено. Теперь представим себе, что в XIII веке до новой эры все было цветное, еще отделанное золотой фольгой. Это было очень красиво, только следы этого сейчас можно увидеть, если внимательно исследовать камень, из которого построена храмовая стена. Обратите внимание еще на очень интересную вещь, он воскуряет ладан, и вот здесь сделан такой мультикадр, он вот так вот двигает курильницы, курильница Асетеш, рука простертая, это главная ритуальная храмовая курильница, и вот здесь видите, здесь стелеет ладан перед ладью и бога, и вот это движение воскурения, оно передано через вот такую удивительную композицию египетским художникам. Представили себе, как это было, происходило это вот здесь, во дворах и Петра и Сатамон, южного места уединения Омона, как в древности назывался знаменитый Луксорский храм. Чудом, что он сохранился, он абсолютно зажат современным городом, те, кто был в Луксоре в современном, это хорошо знают, большая часть была сооружена вот этот большой солнечный двор, святилище и процессионная колоннада при Аминхотепе третьем в 14 веке до новой эры. Замечательный петербургский сфинкс этого царя вы прекрасно знаете, вам ли к его знаком. На самом деле изначально первое святилище, которое рядом находилось, специально сооруженное для праздника Опит, было построено здесь Хаджапсут и ее преемником и пасынком Тутмосом Третьим и наконец затем последующий царь Рамсес Второй строит огромный двор с пилоном, с которого храм начинается теперь. Эпоха Аминхотепа третьего более скромна, но тоже очень красивые рельефы. Царь готовится к жертвоприношению, встречая ладью бога Амона, который во время праздника Опит приходит в Луксор. Это маленькая фигурка, это Хемет Нейчер, это великая супруга бога, то есть это великая жрица, которая тоже готовится к священнодействию. Здесь спустя века другая царственная дама присутствует, это уже 13 век до новой эры, между ними 100 лет. Это в данном случае царская супруга и здесь даже записан текст песни, которую поет царская супруга, сотрясаясь систрами в честь бога Амона, когда он прибывает в Луксор для того, чтобы отдать жизненные силы царю и через царя своего законного сына возродиться. Конечно, это феерическое зрелище, Луксорский храм надо смотреть ночью, он открыт в поздние вечерние часы, грандиозные колоннады, колоссы Рамзеса Великого, вот этот колосс назывался Солнце властителей стран чужеземных, каждый из них имеет имя, и вот мы можем здесь по этой грандиозной высотой 22 метра колоннаде представить движение Уссархет Амон, которая шла в святилище для того, чтобы скультовая статуя бога Амона была изъята из ладьи, помещена в святилище, подготовлена для ритуала. Бог Амон, поскольку он здесь в Луксоре умерший предок царя, он даже имеет форму специфическую, вот его изображение, там он луксорский, это иконография, которая более близка к культу бога Мина, бога плодородия. Нижняя часть тела его забальзамирована, у него демонстративно поднятый фаллос как символ его плодовитости, великая корона шутия из соколиных перьев на голове, то есть это вот такой символический образ праотца, от которого исходит божественная сила, по отношению к которому царь совершает заупокойный ритуал или отверзание у стоячей, отдает ему часть своей жизненной силы, и вот смотрите уже обратная картина. Амон, великий владыка Карнака, в триумфе, перед ним стоит маленькая фигурка его земного сына, в данном случае царя Харамхеба, и он укладет свои ладони на затылок его головы в ритуале Сетепса, установление божественной защиты. Это рельеф из святилища, пилона, простите, луксорского храма, это скульптурная группа, найденная в 1989 году вот там во дворе под полами храма, ныне луксор музей египетского искусства. Вот эта игра переправа, нил, ладьи, вы знаете, когда сегодня вечером переплавляешься вот с западного берега на восточную флуксорию, это вот светятся колоннады луксорского храма, то, конечно, можно себе только представить, насколько пышным все это было, когда вспоминаешь указания на тысячи судов, на огромное количество быков, которые были украшены ювелирными украшениями и специальными гирляндами из цветов, музыкантши, певцы, певицы, акробатки, то есть все это совершенно грандиозное зрелище, и в момент разлива, это было, безусловно, прекрасное времяпрепровождение, когда Египет гулял, отдыхал, пил, веселился, ну, в общем, делал все то же, что мы будем делать с вами через несколько дней. Это опит, главный праздник бога Амона. И совсем буквально в нескольких словах третий по величине фиванский праздник, праздник Джеме, когда ладья бога Амона вновь переправляется на западный берег, но южнее, не в Дейр-эль-Бахре, а в Меденет-Абу. Вы знаете, вот храм, маленький храм, который при этом был одной из величайших святых древних Египта, смотрите, вот это вот ворота, которые строил Птолемей IV, Вергет II, то есть это, соответственно, у нас с вами приблизительно там, третий век до новой эры. Вот это ворота Тахаркия, это кушитский царь, который правил в VIII веке до новой эры. А вот там виден храм эпохи царицы Хаджепсу, XV века до новой эры. То есть каждый царь настраивает на эту ось свои памятники, и таким образом здесь не только аллеи, здесь еще истории нанизаны на ось храмовой святыни. Сам храм, вот его древнейшая часть, он не очень большой, он построен по той системе, ну, это греческое слово периптер, да, принятое в археологии египетской, то есть это цело, это центральное закрытое святилище, как бы обстроенное портиками. Вы сейчас видите портики, там находится цело, цело запечатано, но мы с вами все-таки посмотрим, что в ней стоит. Это огромная когда-то скульптурная группа бога Омона и царя Тутмоса III, тут еще просто ведутся реставрационные работы, вы сами видите, поэтому как бы такой абсолютно эксклюзивный кадр. По легенде, под этой статуей находится центр холма Джеме, под которым бог Омона, сотворивший вселенную, уснул в образе предвечного змея Кемотефа. Праздник Джеме это праздник поклонения изначальным временам и изначальной силе бога-творца, которая была отдана в мир живых. Очень сложный, очень непростой ритуал, кстати, в образе змея есть изображение бога Омона, в Луксорском музее хранится вот такая огромная кобра без головы, это Омон, но только Кемотеф, завершивший время свое, а это Камутеф, бык матери своей. В чем разница? Завершившее время свое, то есть то божество, которое завершило период своей активности, то бишь аналог бог предвечный. Ну, египтяне еще написали бы его имя как Неберджер, владыка всего до пределов. Имя предвечного бога непознаваемое никогда не произносится. Камутеф, бык матери своей, речь идет о том, что на самом деле в древнеегипетском мировоззрении в божественных семьях сын это воплощение своего собственного отца просто в новом временном цикле. Поэтому мать равно дочь, а сын равно отец. Поэтому когда богиня рождает сына, он на самом деле свой собственный отец, который уже был внутри богини, потому что изначально она андрогинна. Поэтому бык матери своей это бог зачавший сам себя, это высшая храмовая теология древнеегипетская, поскольку изначальное божественное андрогинна и соответственно разделяется на условно-мужское и условно-женское в процессе сотворения мира. Вот это кематеф, а вот это комутеф в аксоррский музей. В одном из храмов Карнака, в храме, где получали посвящение великие жрицы, есть символические изображения этого праздника. Вот это изначальный холм суши, сотворенный богом изначальные времена, из него появляется цветок папируса, на нем хор. Вот этот хор, священный золотой сокол, это символ нового дня, символ нового благополучия, символ будущего, если хотите. И смотрите, здесь над ним летит солнечный диск и от него огромное количество анхов, символов вечной жизни, не спадает на голову священного сокола, как благодать от его предвечного отца, скрытого в эпохах прошлого, глубоко в своей подземной гробнице. Здесь же в этом храме есть несколько очень красивых изображений верховных карнавских жриц, это одна из них, сжимающая в руках сестры, трясущая перед богом Амоном, потому что для древних египтян звучание сестры, вообще звучание музыки, это символ жизни, противоположность молчанию, который символ смерти. Поэтому здесь очень многоуровневый, многомерный ритуал, который показывал память египтян с одной стороны изначальных временах, с другой стороны о той благодарности, которую они испытывали к предвечному божеству, потому что оно источник всей живой силы, которая одухотворяет все живое по мнению их во все века. Не всегда, к сожалению, мы можем так подробно рассказать о празднике. Поверьте мне, что и об Хебнефер и Нинит, и об Опет и Джемей, я могу рассказывать отдельную лекцию. Материала очень много. Это Побастис, это храм богини Бастет. Все, что от него осталось, к сожалению, руины, поскольку город буквально примыкает через дорогу к современному египетскому городу Эс-Загазик, и его просто разобрали на строительство более поздних сооружений, к сожалению. Здесь и огромный некрополь священных кошек, и огромные врата царя Саркона II, то есть это 22-я династия, соответственно, 9-й век до новой эры. И вот буквально по вот таким небольшим изображениям на каждом из блоков, составляя этот пазл, естественно, уже при помощи новых технологий компьютерных, можно фрагменты этого праздника установить. Среди рельефов порой находится прекрасное изображение Бастет. Я напомню, что вообще-то она изначально львиноголовая и очень гневная богиня. То есть это та форма, в которую переходит Сехмет на первых ступенях своего миротворения. Из Бастет, из кошки, из владычицы плодородия, материнства, семейственности она уже трансформируется в золотую Хадхор, великую богиню любви. А очень древняя богиня, впервые ее имя встречается на сосуде, который датируется временем второй династии, то есть это 28-й век до новой эры Хасахимуй. Бастет, та, что от сосуда бас, сосуд наполненный о благовониях, о косметике, обо всех этих вещах. Соответственно, в более поздней эпохе вы все знаете Бастет по вот этим замечательным кошечкам. Это одна из лучших хранится в собрании музея-всадьба Архангельская. Это кошка из собрания Юсуповых. Она очень редко выставляется, к сожалению, но вот это одна из лучших кошек на территории нашей страны. На самом деле внутри этой кошки реликварий, то есть это полая бронзовая кошка, там фрагмент мумии, и подобную кошку она была что-то типа вативного приношения. То есть человек с какой-то бедой, с проблемой, с молитвой, он приходил в храм, дарил какие-то подарки, в обмен бальзамировали священную кошку, одну из миллионов, я не боюсь этого слова, миллионы священных кошек. И затем это все помещали в некрополь, чтобы эта кошка передала своей госпоже его молитву. Для примера, чтобы вы не боялись цифр, за 400 лет существования и биотрофеона, это некрополь священных ибисов в Саккаре, 400 лет, несколько миллионов ибисов, около 6 миллионов только там было найдено. То есть цифра совершенно зашкаливающая, поскольку это было повседневным таким храмовым ритуалом. Ритуал бастет, ритуал секмет, ритуал госпожи Ренепет, то есть госпожи года, он непосредственно связан, конечно же, с новогодними праздницами. Очень важно считалась первая новогодняя ночь, вот эта вот ночь на Ниле, то есть приблизительно вот так все это происходило и в древности, когда считалось, что в потустороннем мире, в Дуате, солнечное божество выдерживает особенно тяжелую битву со змеем Хаоса Апопом и с его свитой, то есть миропорядок, мат, борется с Хаосом и с Эфет, два противоположных начала, одно из которых хочет продолжение жизни мира, а другое хочет его разрушить. В итоге в эту же ночь великая львеноголовая мать сидит на своем престоле по поверью, перед ней открывается свиток с именами всех живущих и она красным каламом, калам это тростин красным цветом, она вычеркивает именно тех, кто умрет в наступающем году. Поэтому в ночь Нового года во-первых дарили кошек друг другу миниатюрных, потому что кошка намекала таким образом на умиротворение Великой Матери Богов, а с другой стороны вот здесь это храм бога Луны, храм бога Хонуса в Карнаке, меж колонн маленькая фигурка бабуина. Дело в том, что вот этот свиток перед Матерью Богов держит два бабуина. И если их умиротворить и задобрить по замечательной совершенно, замечательному поверью, то они прокрутят свиток быстрее в тот момент, когда есть там имя просящего, для того, чтобы, соответственно, Мать Богов не успела вычеркнуть его имя. Поэтому вот почитание и подарок там амулет бабуина и подарок в виде кошки, они были очень популярны в Древнем Египте. И вот даже вот такие храмовые бабуины здесь были показаны, потому что Хонсу он бог Луны, бог магии, бог экзорцист и он бог временных циклов. Поэтому все, что связано с временем и плюс его Матери виноголовая мут Сехмед, поэтому все, что связано с этими категориями к культу Хонсу имело очень определенное отношение. В эпоху Среднего Царства при Санусерте III при знаменитом фрауне XII династии совершаются специальные экспедиции далеко на юг, на территории современного Судана, в страну Куш, для того, чтобы там исследовать взаимосвязь высоты паводка Нила с тем паводком, который дойдет до Египта. Вплоть до вот таких технических определенных наблюдений, потому что паводок мог быть благополучным, 16 локтей, 8 метров, это хороший паводок, это благополучно, это прекрасный урожай. Воды могло быть мало, и это голод, воды могло быть много, и она рассмывала на своем пути, и все, это тоже был голод. У Нила был, это еще застали археологи 60-х годов, до строительства Сад-эля-Али, высотной Асландской плотины, семеричный цикл. Семь благополучных лет и семь неблагополучных лет, что мы об этом еще, да-да-да-да-да, мы об этом с вами сегодня еще поговорим. Но в ночь Нового года все ждали первого Ниломера. При каждом храме был Ниломер, то есть это обычно такое подземное помещение с лестницами, которое уходит в воду, и там риски, видно, как повышается вода. Первый Ниломер в Осуане на острове Хнумы или Фонтина зажигал огонь о том, что поднимается Нил, и дальше вот все города, долины, с юга на север, они с торжеством встречали Упетренепет или Открытие Года, как называли, соответственно, древнеегиптяне Новый Год. В Фивах на пристани Карнакского храма паводка ждала великая супруга Бога со своей свитой. Она набирала первую воду паводка в сосуд золотой, который закрывался крышкой в виде головы овна, и его жертвовали в храм Амонера как великий символ нового циклического ритуального очищения. Ну и дальше уже шли все эти новогодние церемонии, тем более, что с этого момента начинался активный паводок Нила, и понятно, что для египтян начинались праздничные всякие церемонии, торжества. Нил почитали повсюду, и ведь в древнеегипетском языке для Нила нет названия, он называется Итеру, река, либо Итеру, аа, великая река. Хапи, великий дух Нила, он дает свое имя реке именно в момент ее половодия. И на юге страны, в местечке Гебел-эль-Сильсиле, находятся вот такие святилища Хапи, это ниши в скалах, где внутри вырезанные сцены, там царь приносит дары реке, дары Хапи. Здесь, в Гебел-эль-Сильсиле, и в местечке, которое называется Адхары-Неби, это Каир, это южная конечность современного острова Рода, воздвигались огромные статуи Хапи и его супруги Репит. Они делались из деревянного каркаса, заплетенного цветами. Это было очень красиво. Именно вот из рассказа о том, что эти статуи потом жертвовались реке по завершению праздниц, родилась поздняя античная байка про невесту Нила, о том, что якобы Нилу египтяне жертвовали девственницу в момент половодия. Никогда в Египте уже со второй династии не было жертвоприношений человеческих, речь шла о жертвовании статуи. Ну и не только. Например, вот здесь, в этом местечке, согласно великому папирусу Харис, при Рамсесе III в момент одного новогоднего праздника было пожертвовано более 150 тысяч статуэток Нилы и его невесты из золота, лазурита, серебра, электрума, всяких драгоценных металлов. То есть вы понимаете, что подводная археология здесь имеет большое будущее. Ну что, тем более тяжелое золото, то есть оно не уносится далеко. Вот это вот такое место почитания Нила. Вот сам Хаби, он андрогин, поэтому у него такие преисполненные плодородим женские груди, характерная повязка с тремя медными пластинами, жертвенник с хлебом и водой, и на голове у него распускаются папирусные заросли. Статуэтка рубежа 7-6 века до новой эры из собрания Лувра в Париже. Наконец, понятно, что вот все это празднество Нового года, даров, даров Нила, оно ассоциировалось просто с приношениями всякого добра, провизии, всего хорошего, что может дать Нильская долина. Поэтому очень часто нижнюю часть стен египетских храмов украшают вот такие изображения Хаби, причем каждый из них он ассоциируется с определенным номом провинции, областью Верхнего или Нижнего Египта. Это рельеф из Камомба, эпоха Птеремея 8-го. И вот здесь, вы видите, он несет жертвенники с водой, с хлебами, с водяной растительностью, со скипетром могущества. И вот здесь несколько нитей водяных растений заканчиваются символом вечной жизни. Таких изображений во всех египетских храмах очень и очень много. Наконец, простые египтяне брали в ночь Нового года вот такую фляжку, она так называется новогодняя фляжка, делается обычно из фаянса. Вот здесь сначала названо имя Бога Нила, то есть Хаби, а потом идет пожелание открытия прекрасного во всем года. И в такую фляжечку горлышко в образе выполнено в форме, вернее, тростника папируса, метелки, наливали вино, пиво, мед, молоко, какое-нибудь добро жидкое. Вот, ее потом запечатали и бросали в Нил. Да, то есть вы понимаете, что в Дельте жили неплохо, пока ловили эти фляжки. При этом вот здесь две фигурки. Это павианы судьбы. Это те самые два маленьких бабуинчика, которые держат книгу судеб перед Великой Матерью Богов. Она и сама иногда предстает на этих сосудах. Вот вам еще одна фляга, это все собрание Лувра. Вот здесь разъеленная просто, с разверстой пастью грозной львицы Херет, удалившаяся, как раз та самая, которую нужно было умиротворить во время храма его богослужения. Намек на гневную мать, которая связана с циклами времени и в том числе и с новогодним праздником. Понятно, что все эти ритуалы и Новый год и последующие всякие аграрные вещи, они связывались с Нилом. Но вот здесь, например, вы видите рельеф 12 века до новой эры, это рамцесс 3. Он, во-первых, стоит перед Хапи, Хапи велики водами. Заметьте, огромный символ вечной жизни в его руках, а вот это праздник первого урожая. Мы с вами знаем, что в Древней Египте было три сезона. Ахет, половодье, пирет, всходы, шему, урожай, или начало уже засохи. Соответственно, в начале ритуала урожая царь появлялся на поле золотым серпом, сжинал первый фрагмент, первый снопик хлеба, после чего шла уже, соответственно, обработка полей пшеницы, гичменя по всей стране. Этот праздник ассоциировался не только с Милом, не только с Хапи, но и с Мином, великим богом плодородия, который был одним из личных покровителей египетского царя. Еще одна важная фигура во всех этих аграрных циклах и праздниках это птица Бах, это великая птица половодья, не путать ее с египетским фениксом Бену, они разные, она на самом деле сидит на такой палке, которая торчит, укрепленной. Когда Мил приступал к полям, такие палки вставляли на то место, где стояла межа участка, для того, чтобы как раздел участка был виден над водой. В Египте были специальные законы, наказывающие тех, кто передвигает в момент паводка границу своего очарового участка. И вот эта птица, которая сидит на палке, символизирующей собой раздел земли, птица Бах, птица половодья, она тоже была очень важна для ритуалов, связанных с рекой и хлебом. Соответственно, в книге мертвых это все получило отражение в замечательной 134 главе, в которой рассказывается о великих семи хоровых и одном быке, которые несут продовольствие для усопшего в иной мир. Именно эта вещь была позже взята для библейского текста. Здесь в храме Рамцеса III в Медене Табу как раз мы видим вот эти священные коровы, они несут плодородие и защиту от неблагополучного цикла Нила царю Осирису, умершему, миру живых и миру богов. Соответственно, во многих храмах этим ритуалам были посвящены особые святилища. Вот так выглядит это святилище в Медене Табу. Вот эта стена с коровами, та, которую вы сейчас здесь видели, здесь Хапи Нил несет дары, там проходы и все это входит в комплекс помещений, которые посвящены Осирису. С одной стороны владыки нового мира, с другой стороны тому божеству, которое приносит плодородие на египетскую землю. Прочитаю вам маленький фрагмент редкого гимна Осирису для того, чтобы понять, насколько древние египтяне ассоциировали тело Осириса и свою собственную землю, насколько нерасторжимым было единство их реалий жизни и мира богов. Тринадцатый век до новой эры строкон Каирского музея. О, ты, простирающий руки свои, спящий на боку своем, лежащий в песке, владыка земли, о, ты, в облике мумии с длинным фалосом, змей великий годами, солнце сияет на груди твоей, когда ли ты лежишь, как сакар бог мертвых, чтобы смог он рассеять мрак, что на тебе. Земля лежит на руках твоих, углы ее на тебе покоятся, так же, как и четыре столпа небес. Когда дрожишь ты, земля содрогается, и нил выходит из сладости рук твоих, извергаешь ты воздух, пребывающий в горле твоем. Если создают каналы, если строят подворья и храмы, памятники возводят, поля пашут, гробницы копают, могилы роют, то лежат они на тебе. Ибо ты, тот, кто сотворил это, а не на спине твоей, больше, чем их, чем описать возможно. Ибо нет на спине твоей места пустого, и да не скажешь ты никогда, что ты утомлен. Совершенно невероятное вот такое описание представления Осириса, как вот самого Египта, как его оси, и изображение этого великого божества. Перед ним цветок водяной лилии, четыре сына Хора, покровители северной части неба, идут молитвы от имени Рамсеса Третьего. И вот это такой забавный иероглифический знак с человеческими ручками, это символ Запада. Иминет. Запад, некрополь, пространство иного мира, которое нерасторжимо связано с Осирисом в его величии. Среди новогодних праздников есть еще один такой красивый церемониал, называется прогон четырех бычков, связан с представлениями древних египтян о том, что четыре или хеперу, это четыре проявления, которые в совокупности дают полную сущность какого-либо явления божества и так далее. У царя четыре хеперу, у богов четыре хеперу и так далее. В итоге четыре бычка, красный, черный, пестрый и пятнистый, и вот здесь Рамцес II на стене Карнахского храма, он на самом деле должен пробежать вокруг храма с этими быками, и здесь вот как раз в этиполической форме, напоминающей кинографию бога плодородия Мина, перед ним стоит Амон Ра Камутеф. Уже объяснять не надо, вы теперь уже это божество хорошо знаете. Бык вообще очень часто, понятно, это как у всех древних народов, он участвует в каких-то аграрных церемониях, то есть Новый год мы уже с вами знаем, это Хаджипсут, бегущая рядом с символическими границами египетского государства во время праздника Сед. Очень сложный праздник, скажу буквально пару слов. Праздник, который первый раз отправлялся на 30-м году правления царя, потом ежегодно, практически через каждые три года. Он в двух словах заключался в том, что царь воссоединялся со своими предками, очищал свою физическую составляющую, то есть от той скверны, которая накопилась, он в процессе взаимодействия становился младенцем всех важнейших триад богов крупнейших городов страны, почитал великого маленького белого буина, который назывался Хеджур, Великий Белый, который был символом всех его предков, судя по изображению, было такое священное животное, и наконец совершал бег вокруг храма или даже собственного гранитного комплекса, и вот здесь Хаджабсут, она бежит как раз быком Аписом, все знают быкового быка Аписа, священного быка бога Бтаха, сжимая в руке цилиндр Мекес, золотой цилиндр, в котором попируется на юридическое право правления египетской землей. Наконец, конечно же, бык играет большую роль во время вот этой первой жатры. Меденет Абу Рамсес Третий, вот здесь вот Рамсес Третий, он отрезает первый фрагмент вот этого снобика первого, и вот этот большой белый бык, вот он, Кахедж, священный бык бога Мина, бога Блодородия. Понятно, что очень сложно увидеть египетское изображение, даже столь детальное, в действии. Но вот здесь изображена великая супруга царская, которая вот так в руках сжимает пастаньеты и танцует. К сожалению, понятно, рисунок танца неизвестен, но это все то есть с констаньетами, с музыкой, с каким-то вот таким сопровождением. И это было, конечно, началом для великого выхода бога Мина. Это бог Мин. Вот это жрецы Мина, которые несут огромную платформу со статуей божества. Вслед за ним выносятся ковчеги, на которых символически изображены все дары египетской земли, которые, соответственно, зависят от Мина, как от очень великого древнего бога Благородия. Первое изображение бога Мина датируется концом 4-го тысячелетия до Новой Эры. Это одно из древнейших божеств эгипетской культуры. Это фоксимильная копия рельефа. Дальше следующая сцена, я покажу вам на фотографии. Несут насилки с царем. Причем в качестве вот таких украшенных перьями ликований фигур несущих паланкин выступают царские сыновья, согласно надписи. Сам фараон Рамсес Третий, две богини Маат, истина земная, истина небесная, окружают его с двух сторон. Дальше, поверьте мне, еще есть один большой блок, на котором показаны различные придворные, которые несут дары, 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 дары. Но главное и самое интересное вовсе не здесь, а вот здесь. Потому что мы сегодня с вами очень хорошо представляем какую-нибудь ярмарку провинциальную, где ставят колу. На колу вешают сапоги сафьяновые новые. И все лезут по этому колу, желающие, чтобы, соответственно, приз достать. Внимайте, смотрим сюда. Это пилон Луксовского храма. Это 13 век до новой эры. Вот это изображение так называемого поднятия столба бога Нина. Вот он сам столб. И здесь, смотрите, как раз празднующие, украшенные, я так думаю, как их назвать? Празднующие. Украшенные перьями, они лезут по боковым подставкам для того, чтобы достичь вершины этого столба. На вершине ничего не висело, но, видимо, за это давали какой-то царский приз, потому что, судя по количеству страждущих туда залезть, праздник был очень популярный, о нем много текстов, то есть, очень был веселый праздник, начало урожая, какие-то, что вам привел. Очень важный элемент практически каждого египетского праздника это арракул. Перед вами очень редкая вещь, это рельеф, ну, скульптурная модель, то есть, набросок художника, по которому он должен был делать большее произведение, из египетского собрания университетского музея в Лейпциге, Германия. Это апес, священный бык Птаха, которым вывозят на ладье, и причем, смотрите, изнутри храма здесь какое количество порталов он минует для того, чтобы выйти на свет дня. Священные животные давали оракул, съедая ту или другую пищу, издавая определенные звуки. Описаний очень мало, потому что, как бы, это такая зашкаливающая священная вещь, очень много упоминаний, но не описывает сам ритуал. При этом, среди погребений священных животных, например, в Гермополе, есть указания, когда оно просто погребение, ну, достойное для священного животного, вдруг очень дорогой погребения, и даже есть комментарий, что вот его оракулы особенно хорошо исполнялись, это был особенно почитаемый Ибис или Павиан, ну, Гермополь бог тот, да? Если священное животное как-то еще понятно, как они давали ритуал, то, оракул, прошу прощения, то в случае, например, с ладьей бога Амона все еще сложнее, потому что тексты говорят следующее, что и тут бог дважды утвердительно тянул, когда ему задавался вопрос, что имеется в виду? Наклоненная статуя, наклоненная ладья, что-то еще? Непонятно. Один из наиболее подробных памятников, который изображает египетский оракул, это прорисовка росписи из гробницы вельможи Аминнахта, одного из великих царских художников в Дейр-Аль-Медзине, то есть это рубеж 13-12 века до новой эры. У них почитался там, вот в их деревне, обожественный фараон Аминхотеп I, который был одним из основателей Иванского некрополя. Это храм Аминхотепа I, оттуда выносят во время большой процессии, Паланкин, и вот здесь культовая статуя этого обожественного правителя, закрытая пахалами, всей вот этой роскошью. Показываю продолжение этого изображения. Здесь кучи даров, молитвы, знатные дамы, сами художники. И вот этот Рамсиснахт, который, помимо того, что он был художником, он еще и выполнял обязанности верховного жреца Аминхотепа в своей деревне. И он задает два вопроса. Видимо, был конфликт между двумя людьми, он называет два имени. Прав тот, виновен этот. Либо наоборот, виновен этот, прав тот. И вот когда был некий, один из этих двух вариантов, бог утвердительный кивнул и сказал, да, воистину прав тот, виновен этот. Вот что это было, дальше я комментировать не берусь, потому что нет ни единого другого, более подробного описания Оракула. Есть единственный случай, Оракула, который был действительно, судя по всему, дан звуком. На святилище Ладьи, которое было сделано от имени Александра Великого в Луксорском храме, есть текст о том, что Александр Вайсисива слышал голос бога, который объявил его своим сыном. Есть очень красивые, но такие рассказы, которые обычно легитимизируют власть царя, когда, например, к власти приходит фараон Харимхеп в XIV веке до Новой эры после сложного периода мармской религиозной реформы, связанной с именами Эфнатона и Нефертити. И династия угасает, сам Харимхеп, он крупный военачальник, и нужно выбрать царя. И бог Амон выходит на Ладье во время праздника в свой широкий двор храма и не видит достойного. И в этот момент бог Хор, который был родовым богом этого Харимхепа, его родового городка, он взял за руку, вывел его к богу Амон и сказал, вот. И в этот момент бог Амон прозрел, увидел достойного и назначил его фараоном. Но здесь очень важно разделять. Вот очень специфические, обычно не многословные тексты, которые описывают то, что они считали чудом, и многословные, подробные детали, изобилующие деталями тексты, которые рассказывают, например, о легитимизации того или иного царя, который изначально, в общем-то, и не планировался на царский престол. Абидос. Знаменитый город бога Осириса, главный некрополь страны, знаменитый ущелье Пега, в котором, по легенде, находятся главные ворота иного мира, древнейший главный храм бога Осириса, ныне археологическая зона Комыс-Султан, и невероятный по своей красоте зубокойный храм Сейца I, царя XIX династии, XIII век до Новой эры. В ноябре, когда начинаются главные празднества Осириса, храм так построен, что солнце начинает проходить сквозь храмовые окна и наполнять фиелии абсолютно света. Это очень темное, но при этом покрытое невероятными по своей красоте рельефами святилище. Сам Сетти, он подносит в момент богослужения фигуру Маат великой Абидовской триаде. Это Осирис, это его супруга Исида, и это их сын Хор, которые почитались здесь на протяжении многих тысяч лет. Изначально, судя по самым ранним архаическим источникам, здесь почитались не просто божества Абидовской триады, а здесь почитался Осирис, Осирис Хентиаментю, первый среди западных, то есть первый, прошедший через смерть, прошедший через могилу, через некрополь и обретший возрождение, победив эту смерть. И его сын Упуаут, бог, открывающий пути, дословно, Упуаут, открывающий пути, открывающий дороги, который почитался в образе вот такого пустынного волка, напоминает Анубис, на самом деле, совершенно другое существо, которое стоит высоко вот на этом штандарте. И древнейший мистериал этого места рассказывал о том, как верный сын собирает части тела своего убитого отца, бальзамирует его, помогает ему в процессе ритуала победить смерть, возродиться, и, соответственно, своему верному сыну возродившийся отец дает легитимность его преемственной власти на земле. Более позднее изображение, вот до этого был 20 век, до новой эры, а это вновь обедоз Сети. Сам Сети перед Упуаутом, который имеет здесь антропоморфную форму, у него голова волка, но при этом человеческое тело, и вот он здесь ему дает всяческие символы власти, жизнь, незыблемость и так далее. Подобные вещи никогда не записывались, и мы зачастую задаемся вопросом, а что там происходило? Храмовый ритуал покажется вот таким образом. Бог, царь, общее содержание, наименование, для посвященных это все было понятно. При том, что само название этих таинств по-древнеегипетски Сэшетау, или Сэшетау, таинства, сокрытое, то есть то, что греки назвали мистериями потом. Мы используем часто это греческое слово. И вот однажды здесь в Абедусе, в эпоху правления величества Хакаореса на Сэрта Третьего, то есть это рубеж 19-18 века Танаверы, царь находился в Нубии. И он не мог приехать на ежегодный праздник Осириса Абедовского, а должен был быть, потому что титул человека, который ведет все главное празднество, сам Ириев, сын его возлюбленный. Кто сын по отношению к Богу? Конечно, только царь. И в итоге он назначает своего друга детства, вельможу, которого звали Икернефред, для того, чтобы он исполнил его обязанности сами Рейфа по отношению к Осирису Абедусе. Для чиновника, даже очень высокого, даже для царского друга, это было нечто невозможное. И поэтому сделана была огромная заупокойная стела, ныне хранящаяся в Берлинском музее. Это один из первых источников, на котором была последовательность церемонии Осириса Абедовского, записана. Она предназначалась для его гробницы, вовсе не для того, чтобы это потом читалось. И вот буквально таких источников, аналогичных Экернефстелия и Экернефреда, 5-6, плюс-минус, от 7-х тысячелетней истории. В итоге, а что происходило? Речь шла о таинствах, которые напрямую говорили о жизни, смерти, жизни вечной. Осириса убивал его родной брат Сетх, Боухаус и пустынь, как мы знаем. Это происходило внутри храмового помещения, в Великой Скорби никто никогда не видел. Намеки говорят о том, что это было некое тело Осириса, которое распадалось в момент условной смерти на части. Затем тело Осириса в его священной ладье Нешмет, вот Нешмет, это стена святилища Осириса в храме Сетти в Абедосе, голова Осириса здесь на подставке, на носу, и цветок папируса на карме. Вот здесь, в центре, наос, и над наосом изображение того, что там. Это реликварий, в котором хранилась голова Осириса. Голова, по легенде, похороненная здесь в Абедосе. Это все называется Таур, а это Нешмет. И вот Нешмет выходила из храма Осириса, пересекала канал с точки зрения египетского символизма пересечь воду, это значит пересечь смерть, и выходила в Некрополь. Некрополь здесь в Абедосе это совершенно потрясающее место. Понимаете, здесь первые гробницы, они до династические, то есть это четвертое тысячелетие до новой эры, а последние гробницы вот их сейчас строят. То есть это многотысячелетняя история. Вот это центральная часть Некрополя, вот этот хоум называется Владычица жизни, это Господин Приношений. Между ними ущелье Пега, главные ворота загробного мира, а вот эта всю зону, абсолютно закрытую для туристов, арабы, пришедшие сюда в 7 веке новой эры, назвали Умелькаб, мать горшков, потому что сюда все поколения египтян приносили в памяти своих предков горшки из красной глины и иногда разбивали их, простите, иногда просто поворачивали их лицом на запад, поминая тем самым своих усопших. То есть вы когда обходите здесь, это холмы, состоящие из горшков, порой с надписями каких-то ритуальных предметов, здесь все что угодно может быть. И вот сюда, Ладьян и Шмет, по специальной дороге, представьте себе, что через эту пустыню от храма, ну, значительное расстояние, до ущелья вела белая дорога из белых известняковых плит, она называлась Великая Лестница Бога. По сторонам Великой Лестницы Бога стояли многочисленные стелы, статуи, маленькие святилища, тех, кто хотел приобщиться к святыне. По этой Великой Дороге Бога туда, в ущелье, несли ладью Нешмет. Это уже, соответственно, происходило ночью, вот так оно там ночью, это действительно свой ночной кадр. И где-то здесь, ныне утерянное, находилось место, которое почиталось как подземная гробница Осириса. Вот туда снимали это как бы мертвое тело Бога, уносили его в подземелье, и с ним на ночь оставался вот этот один-единственный сын-наследник, то бишь царь Самиреев, его возлюбленный сын. То, что описывает Экернефред, переводить очень сложно, потому что даже на своей заупокойной стеле он упоминает все очень-очень такими аббревиатурами, то есть он явно не должен распространяться о чем-то священном. И он пишет о том, что, во-первых, он видит своих предков, которые приходят, он видит мир богов, и вдруг тело на его глазах начинает воссоединяться. И в тот момент, когда вдруг он видит триумфальное явление бога Осириса, он делает то, что он должен. Он выскакивает из этой подземной гробницы с воплем «Хакер!» Свершилось. И в этот момент знак того, что тело бога объединилось и Осирис победил смерть, достают оттуда уже целое тело, статую, соответственно, кладут на священную ладью Нешмет. Дальше он же прошел через смерть и возродился. Собирается, как бы небесный суд, как это выглядело, мы не знаем. И Осириса судят. И в знак того, что он праведен, ему дают оправдательный вердикт, надевают на него великую корону Оререт, и дальше назначают его судьей душ усопших людей. то есть судить, право судить души получил только тот, кого самого оправдали и выяснили суть его природы. Вот это очень важный такой этический момент древнеегипетской религиозной формы. Дальше Осирис отсюда в триумфе возвращается из этого тайного места, которое называлось Пекер, в свой храм в полном триумфе всех богов Теницкого Нома. Покажу рельеф из храма Сетия. Это лежащее золотое тело Осириса. На нем, видите, кусок крыла Соколица Исида в образе Соколицы зачинает их младенца Хора и ее сестра Нефтида в плаче склоняет свое изголовье тело бога с тоже невероятно красивым лицом. Ну и здесь, судя по всему, тоже должен стоять Хор. Аналогии этой разрушенной сверху композиции, к счастью, сохранились. Вот с одной стороны здесь в Абидосе производился вот этот ритуал, главный ритуал жизни и смерти, но на нем, скажу очень коротко, потому что это отдельная лекция, строился весь ритуал почитания предков. Потому что в самом заупокойном храме Сети I, помимо семи святилищ богов, колонат, всей вот этой невероятно декоративной красоты, был вот этот внутренний тайный ассирический комплекс. Зал десяти столбов, тройное святилище Сакара Осириса, зал четырех столбов и тройное тайное святилище Осириса Сиды Хора. Здесь шел ритуал обжезленных предков, согласно которому текст ритуала полностью сохранился на одном из свитков Британского музея. Раз в год сюда вызывали души усопших предков для того, чтобы их накормить жертвенной пищей и чтобы они в обмен дали благодать живым поколениям. То есть каждый раз это не просто было какой-то мистерий, которая касалась вселенского масштаба, но и каждого живого человека, его судьбы, его будущих поколений и так далее. Важный момент Осирического ритуала в камерном виде он проводился в каждом египетском храме, в каждом, но в очень камерной версии. Важным элементом было почитание ладьи Хину, ладьи бога Сакара, бога тотальной смерти. Символом бога Сакара были песчаный холм, увенчанный головой заблизамированного сокола. В нем внутри было либо яйцо, либо зерно, либо луковица. Луковица один из главных элементов культа Сакара, то есть она мертвая, но если ее посадить, она дает зеленую стрелку новой жизни. Зерно мертвое, но если его посадить, из него вырастает колос. Яйцо мертвое, но из него рождается новая жизнь, если все соблюдено. Поэтому внутри вот этого песчаного холма, который символизирует собой смерть, внутри находилась потаенная новая жизнь. По легенде в пятом часу ночи солнечное божество в ином мире достигает тайных областей Сакара, в которых нет света, нет ничего, в центре огромный холм песка. Солнечный бог преклоняет ухо к этому холму и слышит, как дышит под этим холмом Осирис. Знак того, что жизнь на самом деле есть даже в состоянии тотальной смерти. В процессе ритуала вот эта страшная ладья химии, она вся стоит с костей животных. Это ребра. Это ребра, это головы черепа с рогами, головы антилопы Орикса, здесь забальзамированы птицы, рыба и так далее. Вот эта ладья, она выносилась с храма, это соотносилось с определенным лунным днем праздника Сакара-Сириса. Все оставались дома и помечали вход своего дома, молитвы обычно выписывался он кровью. На молитвы на имя Сакара-Сириса о благочестии. Она против часовой стрелки насмерть против хода солнца шла вокруг города или какого-то селения убивая все злое, останавливалась, разворачивалась и шла по часовой стрелке по солнцу запуская новый жизненный цикл. Это было обязательным элементом культа Осириса, одной из форм которого был Сакар-бог смерти в ее тотальном форме. Ну и конечно же торжество охоты на красного быка. Красный бык символизирует собой Сетха, его поймают вот таким легким движением усватив за хвост это царь и его сын это Рамсес Второй это его наследник каменных архипишев вот соответственно вот так слегка поймали свалили принесли в жертву соответственно разделили на части разделить на части значит не позволить восстановиться в данном ситуации к хаосу таков был ритуал Осириса в Абидосе ну и очень важный для Абидоса акт ритуала это тот самый великий Таур реликварий с головой бога голова бога проступает сквозь реликварий и в данном случае Сетя первый царь и сама богиня Исида супруга Осириса они умощают реликварий Таур с головой бога одним из священных масел вот это священное масло в своих таких характерных рельеф из Абидоса понятно что праздники они могли быть по-разному проявлены в разных эпохах существования египетской культуры там Хепсет он там с додинастических времен праздник Сет Аммон в Фивах это конечно больше новое хотя отчасти среднее царство последние египетские праздники проходили здесь это остров Филе знаменитый комплекс богини Исиды где в 4 веке новой эры была выписана последняя надпись иероглификой на древнеегипетском языке и последний храм действовавший в Египте уже после того как на Египет наступило христианство и из святилищ были культовые статуи вывезены в Константинополь в древности остров назывался Па-Иурек остров момента или остров времени отсюда греческое Пилак и уже позднее Филе первые руины здесь были еще при Рамцессе третьем основная часть храма была построена в 4 веке до новой эры и уже потом Птолемеями и даже уже римскими императорами в одном из самых потаенных помещений я не переживайте покажусь вам величиную картинку это стена храма там темно там чуть-чуть есть подсветка снизу это помещение которое символизирует собой вновь вот робу богини-матери вот тот самый пермес с дом рождения в центре сидит богиня Исида которая держит на коленях сына своего младенца Хора вот вам величная картинка рядом бог Амон бог предвечный который вкладывает в нее вечную жизнь и выступает здесь в образе ее супруга сзади тот бог великий бог ритуала который организовывает вот эти праздники ритуалы способы взаимодействия этого мира с миром потусторонним ну и здесь богини верхнего и нижнего Египта который вот здесь вот нижний Египет вот здесь верхний Египет соответственно они дают благо пожелания для великой матери царицы богов поскольку именно она в образе Исиды почиталась в последние века существования древнеегипетской цивилизации раз в 10 дней с тайной пристани Исида на своей ладье отправляется на соседний остров который назывался Абатон либо остров запретный там по легенде находилась гробница бога Осириса это стела 4 века до новой эры из Каира имя бога Осириса внутри холма на холме прорастает священное растение Осирис это ива черед соответственно еще одно изображение такого гробницы Осириса на острове вот вход в гробницу черед и вот Бенну великий феникс душа бога Осириса священная птица которая жила на этом древе вокруг было 365 жертвенников и каждые 10 дней Исида ее культовая статуя ее жречество совершает возлияние водой и молоком на несколько жертвенников тем самым отражая фрагмент сегмент круга года здесь же на этом острове где по легенде покоила сердце и правая нога Осириса мы знаем что в отдельные фрагменты тела бога почитались в разных городах Египта здесь неожиданно для древних египтян здесь горел вечный огонь вот так сейчас выглядит этот остров ныне Беге настоящий Беге вся нижняя его часть она вся ушла под водой реки со строительством Сады Ляли высотной исландской плотины вот это древнее пристань за которым находился грандиозный храм который почитался задолго до того как возник соседний остров Исида и Филе который был столь священным что когда паломники пребывали на остров Исида и соседний та часть острова откуда был вид на Беге она была закрыта огромной стеной чтобы они не могли видеть священный остров в этой стене были окна закрытые ставнями и праздники Исида ставни открывались чтобы богиня проходя по своим дворам могла заглянуть на священное место где живет и не умирает душа ее божественного супруга есть вот такое изображение на одной из стен святилища храма Исида и Филеа вот меня интересует здесь это богиня со змеей на голове это Упес это богиня вечного огня очень редкое изображение которое практически ну вот такой особенный огненный культ который не был распространен на самом деле в Египте а здесь ассоциировался именно с непрерывностью жизни души божества похороненного здесь в этой земле и считавшегося одной из самых величайших святынь египетского государства здесь по сути и пыли если так можно сказать отпраздны последние египетские праздники это подстава для ладьей святилище храма Исида вот здесь уже кресты храм брали приступом очень жестоко все последние жрецы лежат в братских могилах они были убиты на соседнем острове Хесса все это было найдено Джорджем Райзнером в 40-е годы но удивительно не это другое в свое время выдающаяся британка леди Люси Дафф Гордон но и очень любимая основала на пилоне луксорского храма это пилон луксорского храма больницу для бедных и своей двоюродной сестре писала в Лондон письма рассказывая свои непростой в 19 веке жизни вот такой британки просвидетельницы которая спасала маленьких луксорских детей и она тогда написала совершенно великую фразу которая может быть эпиграфом к абсолютно любому исследованию древнего Египта Египет это полемсест то есть многослойный источник через Коран можно увидеть слова Библии через Библию увидишь греческие тексты Геродота через все это слоями все равно видны иероглифы первый пилон луксорского храма построен Рамцесом Великим кусок первого двора это основание Коптской церкви 4-5 века на которой стоит знаменитая мечеть Абуль Хагаг одна из самых знаменитых святынь Верхнего Египта один из британских исследователей Лейн писал что в 19 веке англичане увидели праздник священный праздник Абуль Хагага когда вдруг из мечети вынесли лодку в центре лодки был ящик в ящике лежали мощи Абуль Хагага и лодка обходила весь город и в том случае если Абуль Хагаг хотел своей благодатью наделить тот или иной дом как говорили носильщики лодки она становилась невероятно тяжелой в этот момент лодка от тяжести кивала носом ее ставили около дома в тот момент когда Абуль Хагаг хотел двигаться дальше лодку видимо проверяли она становилась опять легкой это же высушенной мощи и ее несли опять дальше по луксору совершенно наверное уже не понимая и не представляя что вот в таком очень сильно сокращенном утрированном во многом лишенном смысле воспроизводят тот ритуал который был здесь в Ипитресетамон как минимум с рубежа 16-15 века до новой эры многие праздники вообще вышли в символы других культур например 19 июня в начале ну такой такая дата которая часто связывалась с началом разлива Нила так называемая ночь святого Михаила она напрямую приурачивалась к паводку Нила Михаил считался хранителем Нила его паводков на самом деле все это тоже восходило к куда древним и совсем не христианским праздникам 4 век новой эры фараз нубия ныне это замечательный фрагмент дверного проема хранится в Лувре это святой Георгий побивающий дьявола на самом деле это хор бегдетский побивающий крокодила точно так же как он его побивал многие тысячелетия до этого на стенах храма бога хора в Эдфу и в этом то наверное была совершенно особенной другая сила древнего Египта то что он перешел через символы через века через идеи в другие культуры и кто бы мог подумать что до 15 века в аббатстве Сен-Жермен-де-Пре одна из культовых статуй древнеегипетских богиней Исиды почиталась как еще один другой лик богоматери завершающий кадр который одним из египетских коллег был снят несколько дней тому назад в Карнаке это 21 декабря это солнцестояние в Карнаке и вы знаете что тоже наверное немаловажно хотя и это наверное уже личный диалог каждого удивительно как вещи которые прозвучали столько тысяч лет тому назад они на самом деле актуальны они совершенно поражают воображение когда задумываешься насколько красиво глубоко это было ну и самое наверное лучшее свидетельство вот спасибо вам огромное если вы сидящие сегодня в этом зале о прежде чем мы с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу перейдем к вопросам несколько работ которые я порекомендую замечательная французская книжка Пьера Монте выдающегося французского археолога рассказывающего о бытии египтян эпохи великого Рамсеса с большой главой праздников две мои книги в которых достаточно подробно описывалось то что я сегодня вам рассказывал Бликер великолепная работа по египетским фраз с праздником 67 год Хельмут Брюннер все что связано с праздником Опет и ритуалом возрождения жизни Омона и царя в Луксорском храме Этьен Шассина Мистерия Осириса Месяца Хаяк Осирический ритуал Фукар единственная публикация прекрасный праздник Долины то с чего мы с вами начинали в первой части лекции Лавье праздники Осириса в Абедосе в Среднем и Новом Царствах и наконец шот погружения факелов в молоко то что связано с таинствами утробы богини матери огромное спасибо друзья мои я в заключение хочу вас поздравить с наступающими новогодними праздниками вы сегодня просто для меня лучший подарок слава богу что всем достались места я желаю вам года который принесет вам совершенно неожиданный новый взгляд на то что для вас казалось старым я желаю вам совершенно особенной удачи вот такой потаенный как сказали бы древнеегиптяне удачи в том что на самом деле вы хотели бы достичь своей жизни вот и я желаю вам света радости чтобы он вас окружал и чтобы вы им охотно делились со своими близкими спасибо огромное друзья мои и спасибо 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 огромное спасибо спасибо спасибо